Вчера украинские каратели два раза нарушили режим прекращения огня, причем при этом использовали вооружение, которое должно быть отведено согласно Минским соглашениям. Так в 18.30 вооруженные силы Украины произвели обстрел из 120-мм миномета, выпущено 18 мин с направления населенного пункта Луганская по нашим позициям в районе населенного пункта Нижняя Лозовая. В 21.06 вооруженные силы Украины произвели выстрелы из АГС, 10 выстрелов с населенного пункта Луганская по нашим позициям населенного пункта Нижняя Лозовая. К счастью, в результате обстрелов жертвы разрушений удалось избежать. Также вчера в 20.47 на высоте около 4200 метров в районе населенного пункта Александровск средствами ПВО Народной милиции Луганской Народной Республики был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который находился в 8-километровой зоне от линии соприкосновения и осуществлял разведку наших позиций. Как говорилось ранее, вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемого АТО. Также по информации нашей разведки в населенном пункте Станица Луганская 14 марта в 4 утра было замечено движение 9 единиц топливозаправщиков КРАС, двигающих в сторону населенного пункта Макарова. Предположительно для заправки топлива в танков 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины, находящейся в этом районе. А в 6.20 того же дня в населенном пункте Сизоя Станично-Луганского района прибыла колонна военной техники 28-й отдельной моторизированной бригады Вооруженных сил Украины в составе 2 единиц БМ-21 «Град», 1 танка, 5 единиц БМП и 3 единиц БТР. Хочу напомнить, что вся эта техника, согласно минским договоренностям, должна быть отведена из этих районов. Может быть у Вооруженных сил Украины проблема с арифметикой, но напоминаю, что населенный пункт Макарова находится в 5-километровой зоне от линии соприкосновения, населенный пункт Сизоя в 2-километровой зоне от линии соприкосновения. Так что, господа, в первый класс, вторая четверть, там учат считать. Ну и либо приобретайте в наших специализированных магазинах курвиметры, линейки, как показала практика, они у нас более точные.